Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Доброй ночи! Здравствуйте! Неважно в какое время суток вы будете смотреть это видео, я приехал в Изюм. Это Харьковская область. Проект «Украина без денег» вернулся в ваши регионы. Меня зовут Ярослав Гула, и я, по-моему, нашел такой город, в который меня вообще никто никогда не приглашал. Ни единого комментарика не было по поводу Изюма. Но будем эти ошибки исправлять. Я вам покажу, чем этот город новый для моего проекта. Пошли! Мой поезд дальше поехал на Константиновку, туда в Святогорск, в Славянск, в Карматорск, где я уже был. А меня высадили здесь, в Изюме. Добраться сюда не тяжело из Киева, ходят прямые поезда, поэтому за критерий транспорт будет пятерка. У меня так зрение уже не очень, я подумал, что это хомяк вообще сидится, а подошел так вроде другая зверюшка. Вы сейчас смотрите этот выпуск вот так вот немного косым взглядом. Ярослав, я тебя не понимаю, зачем ты тратишь последний сезон своего проекта на такие города, как Изюм, в которых проживают 50 тысяч человек? Ну вы вдумайтесь, я, ну, 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 Изюм, название само по себе города, Изюм, как я мимо такого мог пройти? Я долго думал ехать сюда, не ехать. Но когда тут появилась площадь Джона Леннона и улица Пикассо... Приблизительно 60% изюмчан проживает в частном секторе. А сам по себе город окружен со всех сторон сосновыми дремучими лесами. Для Изюма характерны перепады высот. А Северский Донец, пройдя путь через всю Слобожанщину, течет дальше, в сторону Лисичанска и Донецка. А это что у нас? Речка Северский Донец? Ой, какой кошмар. Какая-то не речка, а погода. Погода, просто ужас. Вот эта вот дорога, это просто полоса препятствий, потому что вот такая вот, каждая машина меня берет и обдает грязью. Просто берут меня грязью, вот так вот, грязью. Ты мой, бежим, 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 пока машина там на ту лужу не наехала. Ааа, тихо, тихо, тихо. Харьковская область, по сути, не является лидером по выращиванию винограда, виноделию. Но здесь есть целых три города, которые, ну вот, как там, вроде бы, касаются этой тематики. На гербе изюма уже 230 лет изображены сочные ветви винограда. Герб промышленного Чугуева также унаследовал несколько плодов. А название города Лазовая, ну, по-моему, говорит само за себя. Ну, я как математик по образованию просто ищу что-то схожее и всегда все привожу к общему знаменателю. Турист, который пешком протопает 3 километра от вокзала, попадет в исторический большой город. 500 лет назад править этими землями мечтали кочевые татары. Они прекрасно знали слобожанскую местность и периодически совершали грабительские набеги. Но вольготная жизнь разбойников закончилась в середине 17 века. В это время здесь уже построили Изюмскую крепость. Она делилась на нижний и верхний город. На Кремянце располагалась сторожевая башня, а в центре, как и положено, работали мастерские и небольшой рынок. Прошло несколько веков, а отголоски той эпохи до сих пор можно заметить на улицах Изюма. Очень собор красивый, очень. Дождь идет, дует холодный ветер и, наверное, даже самый плохой хозяин свою собаку на улицу не выгонит. Если бы была бы такая услуга, погода на заказ, я бы с радостью Изюм посмотрел бы солнечным, но билеты покупаются заблаговременно, задолго. Ну кто же его знал? Сколько раз я уже говорил, туристы, местный житель – это вообще-то два разных человека. У каждого из них свой взгляд на один и тот же город. Оценивая любой населенный пункт, обязательно сравнивайте разные времена года. Так вы поймете, что упустили, а что посчастливилось увидеть в лучшем свете. Вот ни один справочник даже намека не давал, что в Изюме есть такие скульптуры. Это большой плюс, потому что город становится более уникальным, и туристы захотят сюда приехать. Но двойным плюсом является то, что тут есть кошка. Мужчина и женщина летят на крысе, чи на морже. А если подумать, то это был волк. Вандализм. Центр города очень маленький, но здесь есть одна особенная достопримечательность – Крестовоздвиженская церковь. Однажды в Екатерининскую эпоху по городу прокатилась страшная эпидемия чумы. За день умирало по 100-200 человек, и после отпевания все изродованные трупы закапывали под стенами этого храма. А советская пропаганда 20-х годов, направленная против любой религии, в один момент превратила Крестовоздвиженский собор в магазин мебели. Изюмчане, я, получается, у вас в гостях в первый раз. Одной из особенностей является то, что практически на каждом столбе… А ну, вон, вон, смотри, смотри, смотри. Еще одна особенность, о которой я расскажу – это фуры гоняют одна за другой. А все потому, что населенный пункт находится на трассе Харьков-Ростов-на-Дону. Тяжело груженные машины, которые рассекают по Изюму и еще больше дробят асфальт, сейчас немного ограничены в маршруте. Беспрепятственно дальнобойщики могут доехать до Артемовска. На Горловку и Торез пути закрыты. Ой, а это точно центр города. Изюм оказался очень грязным городом. За вот эти все достопримечательности в кавычках, я же вас не похвалю. Интересно, на какую же оценку это все потянет. До недавнего времени на этом месте была статуя Владимиру Ильичу Ленину. Она возвышалась, все на нее вот так вот прохожие смотрели, теперь смотрят на меня. Ну, никто не пришел на меня посмотреть, зато я сюда явился, чтобы своими глазами увидеть ту самую площадь Джона Леннона, которая от недавнего времени тут появилась. А вы не знаете, где площадь Джона Леннона находится в вашем городе? Это эта площадь. Она Ленина раньше называлась, да? Да. Мэр города пояснил переименование тем, что Джон был пацифистом, причем ярым, и осуждал любую войну. Таким образом, местная власть захотела манить в этот город туристов. Ну, собственно говоря, пожалуйста. Город для меня незнакомый, но и бывают моменты, когда я обращаюсь к местным жителям за помощью. А горка там, где вот эти вот статуи какие-то вот? А, вам тогда лучше вот сюда поднимаетесь, вот где машина поехала. Там по ступенечкам выше, выше, и получается там дальше танки, пушки. Ну, и совет, еще времен войны стоят. Катюша, а правее, ну, когда уже почти не до верха чуть-чуть, там уже, там уже будет подниматься к вечному огню уже. Там вечная вот такая там стела, такая, видите, сдалека стела. Сначала стали эти, там статуи этих колорцев, печенегов. Да, 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 да. Бабы, ну, как бы, ну, как бы, женщины, мужчины, типа, изображения такие, каменные такие, божества. Изюм, это город храбрых и отважных людей. Во времена Великой Отечественной войны местные жители до последнего защищали свой дом. Так, в январе 42-го года красноармейцы достойно отдавали свои жизни ради того, чтобы остановить продвижение фашистов в сторону Сталинграда. В 43-м изюмчане участвовали в освобождении Харькова. Ничто не забыто, никто не забыт. Ну, это, наверное, разорвавшиеся снаряды. Только не выключайся, вот только не вздумай разрыть. Я скажу девиз проекта, у меня еще две палочки на аккумуляторе есть. Буду снимать, пока не сдохну. Не пропаду и не намокну. Я дошел до конца. В давние времена половцы из Кифа считали, что память о предках – это самое ценное в их жизни. Так на многих курганах устанавливали истуканы, изображающие воинов и женщин. Ведь именно они являлись главными оберегами для всего племени. Я не знаю, сколько этим статуям лет, но они явно задубели. С утра был дождь, сейчас снег, и у меня капюшон просто, знаете, как ледышка. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Весь запас сухофруктов я съел по дороге сюда, как ехал на Харьков-Левада. Всех очень-чень люблю. Напоследок я выставлю для изюма оценки. Город меня встретил дождем и снегом, в итоге мокрые ноги, но я не унываю. Изюм – твердая четверка. Значит, я как проверяющий могу сразу сказать, оценить то, что для детей тут условия есть. Это просто я видел очень много городов, в которых даже вот таких вот детских площадок просто-напросто нет. Есть такие города в Украине. Бинго! Открытие! Тот, кто не смотрел раньше проект «Украина без денег». Поэтому изюм можно похвалить хотя бы за то, что в летнее время года тут есть чем заняться детям.